И вот мы сегодня переговорим о вашем автомобиле. Да, конечно, самый простой вариант купить автомобиль бэушный, лучше которому 15 лет, еще лучше которому 20 лет. По одной простой причине. Его гораздо проще восстановить, сделать из него идеальный вариант, чем купить новый автомобиль. То есть, представляете, 15-летний автомобиль, купили себе Mercedes S600. Такое сложно, но бывает такое, да? 404 кобыла платить 62 тысячи налог, ну да-да-да. Так, то есть, вы его смогли купить за 400 тысяч рублей, ну, может, за 500, ну, может, за 600. Вы новый знаете, сколько стоит он? И уж поверьте мне, машина абсолютно то же самое, что и последние модификации Mercedes. Я уж во всех покатался, то же самое, никаких проблем нет. Только цена вопроса как-то, да? Совсем других денег она стоит. Теперь вопрос, как его восстановить? Да легко, ставите все, что угодно, красиво и пятое-десятое. Вопрос другой, что касаемо акустики. Да, естественно, вот с акустикой у нас сложности. По одной простой причине, что такое машина? Машина – это не дом. Да, и в любом случае, если вы хотите слушать акустику дома, старую, допустим, да, у нее такое, кое-что случается. То есть, ну, конденсаторы высыпались, представляете? Надо все это переделывать. Машина – немножко другая тема. То есть, машина ездит по дорогам. Конечно, это хорошо, если она будет ездить по асфальту, да? То есть, пыли-то и не будет. Но если она едет по нехорошим дорогам, где пыли много, то же самое, может все это дело, естественно, забиться. Вопрос, где мы будем все ставить? Вопрос решается очень просто. Приезжаем на автоэлектрик, на центральную городскую ярмарку и покупаем здесь все, что нужно. К слову о том, что я вам показываю, да? Вот это в том числе. То есть, недавно купил машину, да? Надо было маме кое-что отдать, потому что такое случается. Вот, шумоизоляции, по сути, уже нету. Она уже сломалась. Приезжаем сюда и покупаем замечательную шумоизоляцию. Прямо здесь же. У вас, естественно, возникают вопросы. Почему только ЦГЯ? Я объясню. Здесь нет дорогих цен. Но вариант правильный. Не каждый из оных может себе позволить работу с ТВ. Не каждый, а магазин автоэлектра это может сделать. Так вот, господа присяжные заседатели, я специально чуть ниже стал и показываю вам инструмент. Инструмент хороший. Мне очень радует, когда сюда люди приходят, у которых опыт вождения автомобиля 42 года. Правильное решение. Только сюда и надо приходить. Потому что, как вы прекрасно понимаете, кто еще будет работать. Работать замечательно. Человеку мне очень нравится. Я люблю слушать, когда он мне говорит. Вы что думаете, только я умею болтать? Ну, честно говоря, я не сильно это дело люблю. По сути событий мне нравится слушать. Ну да ладно. Что касаемо инструмента. По сути событий мы где находимся? В автоэлектронике. Автоэлектроники. Ну, вообще, как бы это не то, что автоэлектроника. Это, я бы дозвал так, автоприбамбас. Причем, с лучшей позиции. И еще буковку R бы я бы написал. Потому что автоприбамбас это я люблю. Понимаете? Ну, была у меня машина ВАЗ-2101. Ну, чтобы красиво надо было сделать, я искал. И все. Ну, вы прекрасно понимаете, что это было, да? Когда в 91 году хотелось показать, что машина немножко чуть-чуть совершенно другая. Не как и все ВАЗ-21 ездящие по городу. Естественно, у меня были в большом количестве автоприбамбасы. Да, было. Вот, возвращаясь к инструменту. То есть, вы все знаете, какой инструмент у нас облагораживается для России. Это Форс, Джонни Суэйс, мастер дела. К слову, о Китае. Я очень сильно Китай люблю и видел, на каких машинах Китай ездит. Ну, изумительная машина. Снокшибатые машины. Пожалуй, лучшие машины. 2 миллиарда человек. А вот Форс, Джонни Суэйс, мастер дела. Где делается? Нет, господа. Это даже не Китай. Это Тайвань. Это подразделение Китая, но расположено в Тайване. То есть, нет, 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 нет. Теперь, когда мы говорим об этом инструменте, мы говорим об автоприбамбасах. Посмотрите внимательно. Это настоящий, качественный Китай. И в результате вот этого инструмента вам, в принципе, хватит, чтобы вы смогли разобраться с вашим автомобилем. Кроме всего прочего. Не видел, что такая существует. Примочка для снятия фильтров. И цена-то, и цена-то не Джонни Суэйс, и не Са... Как он его? Забыл уже, короче. Проще бы приехать сюда, взять качественный китайский инструмент, который будет очень долго работать. К сожалению, лампы накаливания уже устарели. Совершенно давно устарели. Практически 15 лет назад, как они закончились. Потом ксенон пошел. Ну, тема была интересная, да? По сути события, я еще раз объясняю. Главное, в какой точке находится источник света. Если он находится в той же самой точке, абсолютно без разницы, какие лампы вы будете ставить. Абсолютно, без разницы. Сегодня, сейчас, ну, сегодня и сейчас, наконец-таки мы пришли к тому, что надо ставить светодиодные лампы. Реальный вариант. Ставим светодиодные лампы. Недорогие, а можно и дорогие. Аж 4. Примерная цена от 2000 рублей. Ставите и получаете максимальное удовольствие, потому что пункт номер один. Аккумулятор не будет так ушатываться, когда вы даже дальний свет включили. Поверьте мне, максимальная мощность там, ну, ватт, наверное, 15, но светит они идеально. То есть понятен вариант, да? Покупайте светодиодные лампы и ездите дальше. Причем они работают гораздо дольше, чем обыкновенные нити накаливания. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Мы ничего не будем говорить про то, в какие цвета вы можете салон облагородить. Даже если это, ну, кожа, то замечательная штука из кожи с шерстью, это в том числе тоже здесь. Но бывает такая ситуация, что вы не сможете сделать, потому что кожаный салон немножко, ну, так скажем, подуставший, а иногда и протевшийся салон. И для того, чтобы поставить замечательную кожу, приезжайте сюда, в магазин Автоэлектроник. Ну, во-первых, почему такое случается? Я-то, в принципе, люблю СССР. Так вот, свой бизнес в разных ипостасях пошел, как только внедрили кооперативы. И вот тогда мы вместе и начинали. На левом берегу. Не было тогда ЦГЯ. И вот оно, то, что должно было быть. Помните, я говорил, да? Сколько магнитол, это еще не все. Сколько акустик, это еще не все. Сколько сабвуферов, это еще не все. Сколько всяких примочек, это еще не все. То есть, ну, посмотрите, сколько здесь. И заедете в любой магазин вы заедете. Любой. Без разницы. Может, это дилерский центр. Там тоже иногда что-то существует. Вы можете заехать в любой магазин городской. А есть две штуки такие. То есть, нет такого количества. Ни акустики, ничего. Да, конечно, мы тоже верим в Бога. Понимаете? Мы нормальные люди. Правильные люди. Но одновременно с этим мы вам даем возможность послушать все, что вы хотите услышать своими ушами. Любая периферия. Без разницы. Навороченное, не навороченное есть здесь. Если чего-то нет, придите к Михаилу. Он вам все это дело подберет. Даже если, ну, новый вариант. Ну, что-то там случилось, там, разбилось что-то. Привезем. Все остальное тоже самое есть. Вы можете взять удлинители. Самые длинные удлинители качественные. То есть, если, допустим, сабвуфер где-то дальше стоит, ну, два варианта. Либо как я, который все это делал потихонечку сам по себе, либо все это дело собрав. Единственный вопрос, значит, передо мной стоят штучки, да? Эти штучки сделаны для того, чтобы вы послушали музыку из колонок. То есть, маленькая штука, это плюс, а, минус, наоборот. Не помню как. Ну, короче, все это здесь есть. Перед тем, как все это дело поставить, я вам гарантирую. Ребятки, только, пожалуйста, пропаяйте все. Потому что, поверьте мне, если у вас пропаянная машина, то это, конечно, круто. Вопрос другой. Кто может вам машину пропаять? Сразу всем задавайте вопрос. Если вам начинают втирать, что лучше все это дело на скрутках, нет, ребятки, сразу же оттуда. Потому что, вот я сейчас сделаю все пропайка. И в результате машина работает изумительно, и звук суперовский, и все остальное. То есть, вам надо понять, как вы хотите, чтобы у вас машина звучала. Хотите, чтобы это было круто? Только пропайка. Хотите, чтобы это было никак? Ну, я вам туда не советую ходить. Идеальный вариант, куда прийти за всем многообразием звука, и это автоэлектроника, которая располагается на центральной городской ярмарке. А уже потом раскрутилось. Человек с опытом работает и давай туда. В принципе, те же яйца и на ТВ. Я работаю, и все давай туда. Ну, моя работа не для набивания моего кармана. Она для вас, уважаемые жители магнитки и пригорода. Стрелка, кризис, арена, визер, искра. Это антирадары такие. Причем антирадары прикольно смотрятся. Поставили такую штуку, она как будто машинка. И по сути событий, вот с этой штукой можно съездить. А, в Турции, в Турции запрещены антирадары. А, она такая красивая, машинка стоит. Выключили лепезричество. Она просто как бы машинка стоит. А надо, что так поткнули? Ну, ладно, это я уже так. Не о наших делах. О наших делах. Я сторонник. Я большой любитель полиции. Представляете, да? Как наши люди есть, это отдельный крик безопасности. О чем вы ездите? Это что такое в городе творится, когда люди не понимают и ездят направо и налево. Так вот, для того, чтобы показать, что так лучше не ездить, вот видеорегистраторы. Две-три точки. Это для тех, кто может машину подставить. В принципе, вы эти две-три точки можете в интернете увидеть, я там все это дело и так и показал. Где вы можете машину отремонтировать. Но если вы сильно хотите показать полицейским, вот, видеорегистраторы. Представляете, человек с левого ряда поворачивает направо. Они имеют это право сделать. После этого все это дело в полицию. Отдайте в полицию. Ребятки, давайте так все-таки определимся. Вы же хотите ездить правильно, да? Так вот, везде и всюду люди сдают все это дело. Потому что есть люди, которые, ну, просто ездят как балбесы. Представляете? Вы спокойненько все это делали. Одной авторегистратор сняли, в полицию отдали. Там все-таки красиво, изумительные регистрации. 16 на 9, то, что сейчас хорошо. Никаких проблем. Во, много. Возвращаясь на круги свои в эту технику, что мы подойдем, да? Ну, это, естественно, для тех, кто ездит подальше. То есть у всех водителей грузовиков есть рации, да? Представляете, если бы я поехал далеко, ну, примерно в сторону Москвы, да? Я, если честно, как-то ездил пару раз в Москву на машине. Дело-то было лет, наверное, 15 назад. Вот. Ладно, еще проехали без проб. А теперь пробки же. То есть перед заездом в Москву, да или вообще перед заездом в любой город, спрашивайте у людей, в каком состоянии пробки. Если они говорят, что пробки встают, объясните мне, может быть, где-то подальше объехать можно. Потому что не так давно, я вот приехал из Тюмени, была реальная пробка. Реальная пробка. Если бы люди пользовались рацией, они бы просто могли бы объехать с другой стороны. Пробка была с рацией, и ваших пробок больше нет. И это и называется, смотри и учись. А то мне втирают про мои синхроны. Но вы типа втираете и дальше. Мужички, не помнящие родства и не понимающие правила ремонта. По одной простой причине. Я ремонт делаю сам. И просто делюсь с вами своими способностями. Как и процедура раскрутки автоэлектроники. Он будет всегда на телевидении, потому что работает правильно. Вопрос вот такой, по цене вопроса, да? Цены вопроса и количество товара. А цены вопроса и количество товара в автоэлектронике круче, чем где-либо. Я вам уже показывал, да, сколько здесь автомагнитологов. А в каком количестве акустика? Да все что угодно. Рации. Ой. Поверьте мне, вот если вы что-то хотите сделать, то круче варианта и нет. Да, конечно, это не центр. Хотя это и есть центр города, по сути, событий. Другого варианта-то и нет. Везде все развалилось, а здесь нет. Спокойно приходите и покупаете то, что вы хотите. Хотите не задорого. Можно и такое. Хотите задорого, легко. Хотите что-то вовнутрь поставить. Ну, допустим, вот современная машина. Что это такое? Современная машина. А почему настолько денег начинает стоить? То есть, реальный вопрос. Если мы говорим о цене вопроса, то, верневшись 20 лет назад, Ford Taurus стоил 17500 долларов в Америке. Сегодня, сейчас это примерно 45 тысяч долларов. Да, естественно, какая-то инфляция существует. Но что дальше? То есть, по сути, идет... То есть, когда вы покупаете машину, там уже внутри все стоит. Понимаете, да? Раньше нет. Ну, да ладно. Везде и всюду то же самое стоит. То есть, никаких проблем. Если что-то у вас случилось с автомобилем, так же приходите, заказывайте. Все это дело привозится. То есть, если мы будем говорить о количестве, то другого варианта нет. Приезжайте сюда. Все здесь покупаете и ездите с огромным удовольствием.